День Святого Валентина День Святого Валентина День Святого Валентина Я покажу вам секрет, который я использую для того, чтобы было удобно набирать глазурь, айсинг или какие-то сыпучие предметы Использовать стакан или баночку для того, чтобы удобно поместить в кондитерский мешок то, что вам нужно То есть не нужно одной рукой держать кондитерский мешок, пересыпать, бояться что-то высыпется Теперь твои обе ручки могут заняться шоколадом Да Насыпаем шоколад в наш кондитерский мешочек Сколько нам нужно шоколада? Это зависит от того, сколько конфет вы планируете сделать То есть для больших сладкоежек нам нужно будет очень много шоколада Да И дело даже не в том, что сегодня мы экспериментируем, а в том, что это безумно вкусно и просто Я верю тебе, что это вкусно, потому что смотришь на эту красоту и уже хочется есть, но держит в себя в руках Вот так вот мы поместили глазурь и добавим ее к этому шоколаду Оно очень быстро растает из-за того, что пакет нагревается моментально Так, дальше А теперь, пока у нас тает шоколад, мы поджарим маршмеллоу с помощью свечи Это еще создаст дополнительную романтическую обстановку на день с этого Валентина, естественно Ну что же, романтическая атмосфера, это, конечно же, то, что нужно на день влюбленных Да Зажигаем нашу свечу Вот такая красота у нас Да И теперь используем наши дефекты Да, ты можешь мне помочь Помогу, что-нибудь Сейчас я покажу Надо нанизывать на палочки маршмеллоу Вот так пальчиком упирается и ты как бы прокручиваешь Вот так Да, прям надавливаешь, чтобы, видишь, палочка Да, есть Вот так Да, да И теперь мы в достаточном расстоянии от свечи, чтобы не коптилось Иначе будет копоть создаваться Мы поджариваем маршмеллоу А с помощью температуры сахар плавится Да, и мы сможем потом нанизать и сделать сэндвич из крекера и маршмеллоу Еще также называют сморс Это английское название Обычно это в лагере у костра готовят такой деликатес Я думаю, что в лагере абсолютно все пробовали поджарить себе зефирки Наслаждались этим вкусом Я смотрю, что наш шоколад уже понемногу плавится Можно даже видеть, что превращается в однородную массу И вот у нас есть белый шоколад Но я смотрю, что у тебя там есть еще и что-то такое цветное Да, красный Я его покрасила с помощью масляного красителя для шоколада Потому что шоколад нужно красить только с помощью масляных красок Пищевых, естественно Вот, мы поджарили уже наша ароматная корочка И мы теперь делаем вот так Настоящий аромат лагеря костра Берем наш крекер Один Один А вторым просто придавливаем И вот так Какая красота А запах какой Ой, мне немножко треснул Запах замечательный Особенно мне нравится, как она расплывается Так замечательно Да И получается вот такая конфетка Да Крекер на палочке Который потом можно еще и в шоколад макнуть И украсить посыпкой, кокосовой стружкой Боже, как аппетитно ты рассказываешь Я же уже все попробовала, это дома Я уже хочу попробовать Я смотрю, что у нас с тобой есть вот такая замечательная подставочка Для чего она нам Для того, чтобы шоколад не прикасался к столу Или к чему-либо А еще, учитывая, что маршмеллоу очень липкий внутри Сверху-то он покрыт Там Сахарной пудрой или еще чем-то, чтобы не липнуть А можешь заметить, что вот это очень блестящее Оно очень липкое Прямо как клей Но безумно вкусное при этом Безумно вкусное Вставляй в дырочку Вот так Да Одна конфетка у нас уже готова Так, сейчас мы повернем наш шоколад Для того, чтобы он расплавился еще больше Да, еще и с другой стороны А я пока предлагаю еще одну зефиринку немножко поджарить Потому что мне это очень понравилось Разрешаешь? Конечно Так, повторяем то, что нанизываем Немножко прокручиваем Чувствуем, что вот-вот-вот она Палочка есть И дальше подогреваем Да Слушай, Катюш А вот ты каждый раз Готовишь какие-то неординарные подарки Своим близким Ты уже придумала Один святого Валентина Потому что это не только для тех Кого ты любишь влюблен Но и для твоих близких Можно делать подарки Да, конечно Ты уже придумала, что будешь дарить Да, я придумала Но это секрет Потому что если я сейчас скажу на камеру То, естественно, они это увидят И узнают уже А Валентиночки отправляешь? Дарю Дарю Да, если они еще не разлетелись То я дарю Вот я уже рассказывала о том Что коптится, если близко Держать над свечой Но моя сестра любит Не поджаренный маршмеллоу А закопченный Она специально прям над огнем держит И оно прям черное такое Сестра, у нас с твоей сестрой Очень много общего Мне тоже нравится, когда он добавляет Какого-то цвета Такой легкой дымки А главное сейчас не поджарить Опять свою зефиринку Да ты можешь жарить Оно наоборот, мне кажется Придает такой пикантности Просто потом надо так быстро Фух и задуть Сейчас попробуем Немножко покрутим Как думаешь, хватит или еще немножко? Я думаю еще немножко С этого боку Да, да, да Вот так Дуй Вот такой вот у нас эксперимент Нам нужно учитывать, что Если это делают дети Только естественно Нужно с присмотром Родители Или если это делают ведущие Которые не умеют жарить зефир Вот Такой у нас Похоже даже немного на человека Смотри Вот рука Голова Ножки Ты знаешь, для тех, кто не умеет делать пряничных человечков Можно сделать зефирного человечка Самое то, да? Вот так Напоминаем еще, что все это нужно делать При присутствии взрослых И для человека, который умеет это сделать Работа с огнем С горячим шоколадом Требует присмотра Как-то у нас шоколаде Шоколад уже растаял Комочков нет Замечательно Сейчас мы Убираем огонь Да Выльем это в баночку Чтобы узкое горлышко Даст нам объем и высоту Чтобы мы могли макнуть Так, у меня здесь ножницы припасены Сейчас есть ножнички Видели? Вот они Отрезаем хвостик И выливаем наш шоколад в баночку Ты знаешь, я бы, наверное, даже не украшала зефирки А сразу, прямо с кулечка Украсила бы себя шоколадом Съела бы Так, все, мы уберем пакетик Иначе выпечка И этот шоколад у нас практически растаял Ну, у нас еще есть время, чтобы макнуть Ой, так Чтобы макнуть первую Да, это мой Локнул Так Я немного переусествовала Силой давления Нанизывай пока маршмеллоу Можешь вставлять в корзинку А я пока продемонстрирую, как Есть Обволакиваем зефирку в шоколад Да, нужно немного постучать, чтобы лишний шоколад Остался в банке Иначе это все стечет каплями по зефиру Вот так вот получается И ставим в нашу подставочку Да, это обычная Теперь мы попробуем сделать с кокосовой стружкой или с посыпкой Я выбираю посыпку Я люблю цветную ее больше Держи Я подготовила Держи тогда Отлично Сначала откроем, потому что потом зефир в шоколаде Очень быстро шоколад может застыть А нам необходимо, чтобы он был как раз растоплен И над этой мисочкой мы будем посыпать Чтобы не рассыпать Да, 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 мы будем сыпать сверху Потому что если в мисочке макать, оно немного как бы втаптывается в шоколад И мне не нравится такой лук Обволакивает шоколад нашу зефирку Лишнее стекает Отлично Веселый звук Какая красота получается Хочется даже показать отдельно нашим телезрителям, какая красота у нас получается Так же самое мы можем окунуть в шоколад и в кокосовую стружку Еще какое-то украшение Украсить сверху еще цветным шоколадом То есть уйма идей Главное, чтобы понравилось Да Ну что ж, спасибо тебе, Катюш